Семья открыла чердак в новом доме и обнаружила там предыдущих владельцев, а точнее то, что от них осталось. Но никакого криминала, это была сброшенная кожа многочисленных змей, чье происхождение стало загадкой даже для профессионалов. Змеелов Рид Ньюэл из австралийской компании Snake. Фичерс Брисбейн Голд Коуст в середине марта получил звонок от семьи, которая только переехала в свой новый дом в пригороде Карамбин, штат Квинсленд. Эту рабочую поездку мужчина запомнит надолго, пишет Керриер Мэйл. Прибыв на место, Рид узнал, что же случилось. По словам новоселов, они занимались обустройством своего жилища, когда решили навести порядок на чердаке. Оказавшись там, новые жильцы поняли, в этом доме они не одни. И доказательства тому, куча сброшенной змеиной кожи, неизвестно откуда там появившаяся. Сброшенная кожа змей, которую нашли на чердаке. Я никогда не видел ничего подобного, а я повидал много чердаков. В предыдущие разы я находил максимум пять или шесть чешуек, но чтобы так много, еще никогда, объяснил Ньюэл. Тогда Рид вместе с новыми хозяевами приступил к очистке помещения от старой кожи присмыкающихся. Когда дело было сделано, мужчина внимательнее изучил находку и даже смог выдвинуть несколько теорий. Во-первых, кожа очевидно принадлежала не одной змеи, а нескольким, ведь чешуек насчитывалось 57 штук. Во-вторых, они принадлежали сразу нескольким видами рептилий, ромбическим питоном и древесным змеем. В-третьих, как предположил Ньюэл, предыдущий владелец дома держал у себя птицу, которая могла привлекать присмыкающихся, но это не точно. В любом случае вся ситуация впечатлила и запутала змеелова. Удивительным показалась мужчине и реакция владельцев, которых находка встревожила не так сильно, как его. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.